Здравствуйте! В эфире программа Триггер. И у нас в гостях бывший премьер-министр Армении в 1992-1993 годах Хосров Арутюнян. Здравствуйте! Здравствуйте! Господин Арутюнян, за вашу карьеру вы в госуправлении были на разных должностях, общались с политиками и как в Армении, и в Венении. С первого вопроса начнем. В какой ситуации сейчас находится Армения? Ну, на ваш вопрос так вкратце ответить. Это то же самое, что констатировать, что в результате или деятельности, или бездействия сегодняшних армянских властей территория Армении, и граница, или, скажем, вот, линия соприкосновения с Азербайджаном практически оказалась подвоенным присутствием азербайджанских сил, следовательно. Это реально угроза и территориальной целостности Армении, и безопасности Армении. Это в какой-то степени и угроза для государственности в целом Армении. То есть, надо сказать, что за последние 5-6 лет, в результате, еще раз повторюсь, деятельности или бездействия наших властей, армянских властей, мы не только проиграли Карабахскую войну, 44-дневную, но и умудрились формировать реальные угрозы нашей безопасности по всей линии соприкосновения с Азербайджаном. Это факт. Вот в такой ситуации мы сегодня находимся. Ну, если взять те факты, которые были за последние 6 лет, это больше бездействие или все-таки воздействие? Есть ли воздействие со стороны властей Армении или извне? Нет, я скажу, что это, скорее всего, программированная деятельность. Многие в Армении считают, что поведение наших властей, в частности, премьер-министра Пашинена, скорее всего, можно представить как некое, как говорится, стремление к власти или удержать любой ценой власти. Я лично такого мнения, что это не такая неординарная любовь к власти. Это просто программа, которая должна быть шаг за шагом реализована. Мы сегодня на определенном этапе вот этой программы. Я так думаю. Эта программа началась в 2018 год и вообще в 2018 год, как ее называют, да, бархатная революция. Это было начало программы, цель программы. Если это так, то какой вектор в этом был самый активный? Ну, или находится в этом? Ну, знаете, начнем с того, что в 2018 году, хотя многие, в том числе, в первую очередь, власти называют то, что произошло, революцией. Ну, можно его назвать цветным революцией, в качестве цветной революции. Но на самом деле это был просто неконституционный захват власти. Переворот. В прямом смысле этого слова. В классическом понимании переворота. Да, с использованием общественного давления. Да, это факт. Но на самом деле это практически был переворот. Так что никакой революции. Именно в понимании революции, с точки зрения самого понятия, что ли, революции, там ничего не было такого. Это был просто переворот. Господин Арутюнян, 2018 год, ну, те действия, которые произошли, как вы думаете, цель этих действий, что в основе этих действий было? Ну, и какие векторы, если таковы были, они поддержали этот процесс? Вы знаете, цель сразу в 18-м году или даже в 19-м году сложно было определить. Хотя многие говорили о том, что приход к власти или истребление к власти имеет определенную цель. Эта цель просто избавиться от Арцаха, от Карабаха. В дальнейшем события, которые произошли, подтверждают, что на самом деле это была программная, программный ход, деятельность программная. И основной целью было избавиться от Арцаха. Многим, кстати, в Армении кормили тем, что вот избавимся от Арцаха и все будет нормально. Но оказалось, что если 44-дневная война, это была, как говорится, войной про Арцах, то сейчас те действия или та ситуация, которую мы наблюдаем сейчас, это не про Арцах, это про Армению. На самом деле. То есть оставим в сторону, что и тогда многие, в том числе и я, говорил о том, что нет такого понимания, дадим Арцах и будем спокойнее жить. Нет такого и не могло быть. И не могло быть. Оставим в сторону. Сегодня болит того, что мы не то, что мы не можем или мы лишены спокойной жизни. То есть стучится в дверь война. Уже не в Арцахе и не за Арцах, а война в Армении и за Армению. Вот в сухом активе что мы имеем в результате 60-летней деятельности сегодняшних властей. Это факт. Вот по поводу войны, выборов. 2024 год, по многим аналитикам, считается очень важным годом для Южного Кавказа. Мы видим, что скоро будет проходить второй этап выборов в Иране. 1 сентября объявлены выборы в Азербайджане. Я хочу напомнить, что в 2020 году выборы в Азербайджане должны были пройти еще в ноябре, то есть осенью. Но там прошли досрочные выборы, после чего случилась война. В Америке должны быть выборы, ожидаются выборы в Грузии. Мы имеем разные страны, разные выборы, разные процессы. Как вы думаете, почва для войны или процессы для войны, что можно делать? Я думаю, что эти выборы, о которых вы говорили, сказали, в частности, в том числе, о парламентских выборах в Азербайджане, это всего лишь политическая база, что ли, для более упрощения своей власти. Алиев – это диктатура в Азербайджане, все это говорят. Ни о каких правах человека или каких-то институтах гражданского общества, там и говорить нечего. И, следовательно, для того, чтобы развивать, как думает президент Азербайджана, свое шествие, если можно так сказать, победное шествие, ему нужны какие-то предпосылки необратимости политических процессов самой республики Азербайджан. И посему вот эти, как говорится, неочередные выборы. Остальные выборы, скажем, в остальных регионах, это, конечно, имеет значение, но непосредственно к армяно-азербайджанским отношениям не относятся. Мне так кажется, во всяком случае. Или в прямом смысле не относятся. И что касается, разве можно ожидать войны? По-моему, да. По-моему, даже Олев даже не скрывает. Вот это концептуальное, квазиконцепция западный Азербайджан. Они даже утвердили, уже сейчас существует, по-моему, как это вот общественная организация под этим названием. Это что, если в прямом смысле, это просто, как говорится, стремление путем непризнания территориальной целостности Армении, просто, как говорится, очередные какие-то вот намеки на вооруженное вторжение. Или, скажем, те стремления, которые мы наблюдаем со стороны Азербайджана и Турции по поводу Сюника или Сюникского коридора, хотя вот такого формировки нету нигде, но оставим в сторону. Сейчас, вот это все говорит о том, и наряду с тем, что практически, я еще раз повторюсь, по результате бездеятельности или действий наших властей, армянских властей, Азербайджан смог под свой военный контроль взять с Ноемберяна, то есть с северо-востока, по Мегри, по всей линии соприкосновения, основные стратегические высоты или позиции. Это не случайно. Это практически говорит о том, что у Азербайджана нету никакого стремления, значит, заключить мир. Для них, мне так представляется, для Азербайджана, для его президента, для президента этой республики, капитализацией вот тех побед, той победы, которую они получили в результате 44-дневной войны, вот капитализация этой победы является фактически снижением или даже обнуление, если можно сказать, это, по-моему, так они думают, обнуление государственности или геополитической значимости армянского государства в регионе. Конечно, это максимальное стремление диктатора, этому не бывать. Даже те фальсификации, которые они делают, связанные с историей, даже вот тот вандализм, который мы наблюдаем, осуществляемый ими в Арцахе, и не только в Арцахе, по отношению, я имею в виду, духовного наследия и памятников Армении, все равно это ничего не даст, потому что вот в 21 веке даже в условиях такой, так скажем, да, вот такой турбулентности глобальной, которого мы наблюдаем, да, даже в этих условиях все равно таким программам не сбиться. Это просто нереально. Другое дело, что питается человек просто капитализировать, во сколько это ему удастся. Вот проблема там. То есть войны избежать по инициативе Азербайджана, я думаю, не придется. Другое дело, насколько, скажем, Азербайджан считает, что вот его возможности именно военным путем, вооруженным путем реализовать свои такие планы, другое дело, насколько они правильно рассчитали, да. Я хочу привести один пример к этому, чтобы можно было понять, о чем речь идет, или что я имею в виду. Если проанализировать 44-дневную войну, если снять без учета Шуши, потому что мы, сегодняшняя власть, Шуши подарила Алиеву, просто дали бонус Алиеву, Шуши не был завоеван. Если представим, в один момент, предположим, вот снимаем этот вопрос Шуши. Что имели в сухом активе мы в результате 44-х дней? При поддержке, мощной поддержке, военной поддержке Турции и Израиля, при полном контроле военных действий со стороны Генштаба Турции, то есть НАТОвских, да, Азербайджану удалось в течение 44-х дней освободить Алиеву. Всего лишь три района. Всего лишь. Я еще раз повторю, если мы в момент, снимем этот, не будем обратиться на... Потому что Шуши, я еще раз повторю, просто подарили. Никол Пашинян Шуши подарил Алиеву. Если этот момент, этот фрагмент или этот снять, то в сухом активе остаются три района, причем в южных частях. Понимаете? Вот вся мощность Азербайджана. Да, Азербайджан вооружается, причем очень сильно. Но вы знаете, на войне оружие очень важно, но не самое главное. Скажем, вот события в Джермаке, которые произошли, азербайджанцы там потеряли впервые. Они почувствовали возможность армянской армии, так скажем, да, и потеряли, по-моему, 218 жертв они дали. Иногда Алиев говорит, я бы взял, если бы мы хотели, взяли бы в Джермак. Нет. Если бы они могли, взяли бы в Джермак, и даже несмотря ни на что. Понимаете? Вот посему, мне кажется, вот это понимание, вот через войны действия или через вооруженное, значит, воздействие можно будет решить все геополитические проблемы, это глубокая ошибка. По поводу капитализации, вот бездействия власти Армении или специальные действия власти Армении достаточны ли для начала новой войны? Или все-таки, как это принято в практике, нужно для международного легитимирования либо молчания, либо согласия политических векторов? Вы знаете, сегодня можем однозначно отметить или подчеркнуть, что в целом основные игроки глобального, так скажем, противостояния, они заняты совершенно другими конфликтами. Другим конфликтам. Это не значит, что для них все равно, что произойдет или какие будут события происходить здесь, в Кавказе, в Закавказье или в Южном Кавказе. Это не так. Но в целом, знаете, вот складывается такое впечатление, что многие игроки из Запада и Севера, кстати, сейчас всего определенных обстоятельств согласны любому мирному соглашению. Любому, неважно, в пользу кого, в длительной перспективе что будет. Любому. И поскольку, благодаря позиции армянского государства, армянского правительства, скорее всего, азербайджанское правительство себя считает, как говорится, доминирующим, и многие именно поддерживают такую, значит, позицию. Многим кажется, что любое соглашение, в независимости от того, в каком положении окажется Армения, предположим, им это выгодно. Лишь бы что-то было там согласовано, и лишь бы, чтобы не было резких движений. Я хочу вот в этом контексте провести следующую аналогию. Вот, наверное, вы тоже обратили внимание, совершенно недавно в Швейцарии прошел такой международный саммит, посвященный, значит, украинскому, разрешению украинского конфликта. Многие там выступающие, причем это, что я сейчас скажу, это нашло свое отражение и в резолюции саммита, говорили о необратимости мира именно с точки зрения обеспечения справедливого, достойного мира между Украиной и Россией, причем подчеркивая, что этот мир не может быть достигнут путем капитуляции Украины. Согласитесь, что это правильная восстановка задачи, правильная восстановка вопроса. Но у меня тут же возникает вопрос. Почему то же самое? Вот тот же подход, методологический подход нельзя и не должны мы применить в случае армяно-азарбайджанского конфликта. Ведь согласитесь, что мир за счет или ценой капитуляции Армении это мина замедленного действия. Это всего лишь мираж на несколько лет, пока вот такие власти существуют в Армении. Но вот здесь такой вопрос. Рано или поздно это поменяется. И тогда устойчивости региона, стабильности региона, говорить о стабильности региона, говорить будет очень сложно. И мне кажется, вот многие и на Западе, и на Севере, и, может быть, и на Востоке должны это понимать. Следовательно, конечно, мир. Какой народ не хочет мира? Это надо быть безумным, чтобы не стремиться к миру. Речь идет о какой ценой. Если этот мир ценой капитуляции, ценой необратимых угроз государственности Армении, это не мир. Это абсолютно не мир. Это должны знать и на Востоке, и на Западе, и на Севере, и на Юге. Понимаете? Конечно, вот здесь такой вопрос. Мир, конечно, миром, но все-таки нужна же международная поддержка. Вот мы помним, что после 2020 года, после 44-дневной войны, много обсуждалось о том, что именно сдача Арцаха со стороны власти Армении, как это говорилось, именно цель этого процесса является как бы выпихнуть Россию из Южного Кавказа, в этом случае из Армении, из Арцаха. После этого мы знаем, что российские войска находились на Горно-Карабахской, Армянской республике, то есть в Арцахе. Все ожидали, что процесс будет еще длиться долгие годы. Были заявления про то, что вот по вопросу, значит, вокруг Арцаха нужно еще заморозить, об этом будут обсуждать потом. Многие российские политики, и армянские говорили о том, что вот там, значит, военные России останутся. Пришел 2023 год, с 7 сентября, антитеррористическая операция, как ее называли в Азербайджане, при присутствии российских солдат, миротворцев. И после этого мы увидели фактически геноцид со стороны Азербайджана, нашим армянским, нашим отцарским братьям и сестрам. После этого многие говорили о бездействии российских миротворцев, и после мы увидели выход российских миротворцев из Арцаха. Вот в этом контексте, почему я именно прошелся по этой, значит, части нашей истории за последние годы, вот сейчас мы видим, что есть возможность войны. Говорится о мире, но параллельно и о возможных военных действиях. В этом контексте есть у Армении союзники для того, чтобы достичь этого мира. И на каких основаниях, и грубо говоря, что требуется от Армении для достижения этого мира? На этот вопрос позвольте представить свои соображения. Конечно. Начну с того, о чем был трехсторонное заявление от 9 ноября 2020 года. Это трехсторонное заявление было о прекращении активной фазы военных действий. То есть, о прекращении войны. Или, так скажем, перемирия, что ли. Суть вот этого заявления трехсторонного в этом заключалась. Что потом произошло? Причем в этом заявлении было написано черным по белому, что все войска остаются в тех местах дислокации, которые они занимают в момент подписания трехсторонного заявления. что мы увидели, что нам преподнесли наши ответственные власти. Никол Пашинян 17 декабря 2020 года принял решение отодвинуть наши войска, то есть, сдать наши позиции Физули, если память меня не изменяет, на 15-20 километров в сторону Сюника, обосновав это как бы устное понимание того, что произошло или к какому результату мы пришли, и якобы тем самым Армения обеспечивает, чтобы военные действия не перешли или не перекинулись на территорию Армении. Разве мы после этого решения мы можем сказать, что да, военные действия не перенят. В течение нескольких недель практически дорога 21 километр дороги Гори-Скапан оказался под военным воздействием или началом азербайджанских сил. Азербайджанских и власти советских Азербайджан. Это остается потом Севлич. Дальше Сот, Хузнавар вся эта часть. Я уже не говорю о Джеремке. Сейчас в последнее время мы наблюдаем и то же самое в Тауши. Что о чем это все говорит? Это говорит о том, я с самого начала нашего разговора говорил, что мне представляется это специальная программа, проект, может быть британо-турецкий, может быть британо-турецко-азербайджанский, я не знаю еще кого можно туда включить, но суть которого заключается просто обнулить геополитическую значимость Армении в регионе. А к чему это приведет? Представь себе вот заключаем договор, мирное соглашение с Азербайджаном в этих условиях, когда вся территория и линия соприкосновения так скажем пока еще я не хочу его называть границей линия соприкосновения находится под военным контролем Азербайджана. Что означает такой мир? Этот мир означает, что западные наши партнеры или партнеры Азербайджана или партнеры сегодняшних властей просто скажут слушайте, ребята, ну зачем тогда, если уже мир, зачем там должны находиться вооруженные силы Российской Федерации? Вот по той же причине миротворцы ушли из Арцаха, нет? Если Армении признают Арцах неакимой частью Азербайджана. Причем тут вы это наши граждане мы с ними будем как говорится вот работать так как скажем национальными существами остальными этого не произошло нет? Мы с вами конечно Азербайджан представил якобы антитеррористические действия это те события вооруженные нападения на Арцах сентябрь 19-20 сентября 23-го года у меня вопрос что Арцахское государство правительство считалось кем-то каким-то государством признан как террористическая организация американцы которые из своего бюджета постоянно на протяжении двух десятилетий если не больше выделяли средства для Арцаха что они выделяли поддерживали терроризм абсолютно абсолютно всем понятно и в первую очередь Алиеву понятно что это не антитеррористическое это они так называют на самом деле это просто геноцид целого народа говорят этнического числа нет это геноцид в прямом смысле этого слова которому способствовал в первую очередь правительство Армении своей позиции а почему международное общество молчало? знаете в 15-м году в общем-то международное сообщество особенно тоже не выделяло своим антигеноцидальным позиций скажем по отношению османской Турции так что оставим в сторону сейчас поговорим о миротворцах Российской Федерации вы знаете я у меня много претензий как гражданин своего государства много претензий к ним мне часто говорят мои российские коллеги что вы знаете там была определенная сложность в том что мандат определяющий скажем статус наших миротворцев Карабахи не был утвержден я с этим согласился на самом деле хотя должен еще заметить что никто из этих сторон трех сторон особенно последовательно об утверждении мандата миротворцев в Карабахи даже не говорил в течение всех этих прошедших с 20 года времени но хорошо предположим были из-за этого в силу этого обстоятельства российские миротворцы оказались в какой-то степени как бы вот скованы что ли но в трех сторон заявление было написано черным по белому что Лачинский коридор это края остается под непосредственным контролем российских миротворцев Лачинский коридор кстати я еще раз хочу подчеркнуть что это коридор не дорога это не только дорога для передвижения транспортных средств это практически совокупность критических инфраструктур которые должны перебойно работать для того чтобы обеспечить естественно если можно сказать жизнедеятельность целого народа Арцаха суть в этом заключалась поэтому его называют коридор и посему этот коридор должен иметь как говорится экстерриториальную позицию то есть такую такой подход был к этому и следовательно статус экстерриториальный статус и следовательно российские миротворцы должны были это понять и следовательно какие-то квазиэкологи которые я не знаю о чем там говорили выступали не могли никоим образом заблокировать этот жизненно важный совокупность критических инфраструктур понимаете другое дело что этому предшествовало заявление 6 октября заявление Пашиняна в Праге о том что он считает он считает что Карабах это неотъемлемая часть Азербайджана давайте констатируем что заявление премьер-министра это еще не решение в политике правовом политико-правовом отношении но мы имеем то что имеем следовательно многим казалось что таким образом они разрешают Карабах проблему следовательно может быть можем и ожидать быстрого наступления мира а этого не произошло не произошло и не могло произойти в той простой по той простой причине что конфликты в том числе Карабах конфликт согласно международному праву не может быть разрешен путем применения силы военной силы следовательно любое нормальное правительство в Армении должно было определить что по стоку поскольку конфликт не может быть разрешен путем применения грубой военной силы следовательно мирному переговорному процессу в любом признанном международном сообщественном формате просто альтернативы нету и сейчас я повторяю рано или поздно мы придем к этому потому что нельзя просто невозможно сегодняшних условиях даже при том я еще раз говорю при той турбулентности в которой глава оказался глобальный мир даже в этих в этой ситуации нельзя считаться или согласиться или смириться тем что скажем вот путем применения грубой военной силы можно будет решать раз признать что конфликт разрешен алиев заблуждается что раз повторяю если сегодня в результате определенных обстоятельств можем тоже это обсудить международное как говорится вот право как каким-то образом отодвинуто на второй план и функционирует в основном особенно между крупными державами сила и определяет право то есть основа права это сила то это еще не значит что это будет действовать долгое время длительное время для малых государств этого не будет поэтому и господин олев должен знать что таким образом разжечь конфликт невозможно это просто еще раз повторюсь это мина замедленного действия рано или поздно это себя себя дознать но по поводу значит замедленного действия вот армении очень стала актуальная внешняя политика я хочу провести параллели по этому поводу в армении обсуждается возможное вступление в европейский союз параллельно если вот посмотреть что творится в азербайджане мы видим что министр обороны азербайджана находится беларуси где будет участвовать на значит торжественного начнем их шествии по поводу победы над фашистской германией другой представитель значит военного блока азербайджана значит находится в европе где обсуждается скажем так усиление сотрудничества один между азербайджаном и нато что мы видим в армении видим что госсекретарь совбезобезопасности армегри кориан заявил несколько дней назад что россия отдала отцах азербайджану мы видим обсуждение про то что вот армения может вступить европейский союз хотя мы знаем что многие страны десятилетиями могут туда вступить вот в этом процессе до какую роль для европы может сыграть армения мы помним что долгие годы до этого вы сами своим интервью заявляли что до 2018 года армения выбрала политику не или или а именно и и то есть в этом случае сотрудничество и с европейским союзом сотрудничество и 7 то есть в таком формате где как бы больших проблем на другом месть не будет вот сейчас что от нас хочет европейский союз вы знаете я не знаю я не думаю что европейский союз от нас очень много хочет мне кажется скорее всего это нужно рассмотреть именно в том проекте или в той программе или в русле той программа который мы говорили то есть когда если так вернуться вот десятые годы да когда когда включили в оборот в политическое программу восточного партнерства да на самом деле на первом этапе перед всеми государствами их было шесть которые включились в это в эту программу ставилась вот эта задача или вы с россией или с европой я думаю что вот скажем молдава грузия та же украина они пошли по этому пути армения вот президент армении сэр сарксян очень четко объяснил что есть жизненно важные интересы в том числе с точки зрения безопасности и мы с этими интересами поступить не можем следовательно для самой европы для того чтобы вот эта программа или политика восточного партнерства она реально лиц вот на почве на земле существовала нужно двигаться вот именно путем не или 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 с ними или с нами а и с ними и с нами и в результате если вы помните семнадцатом году армения с европейским союзом заключил договор пасе сэпа извините сэпа в котором основная задача заключалась именно формирование углубления институциональных возможностей и в сфере экономики и в сфере безопасности но самое главное и формирование вот прав человека или судебный процесс судебное обустройство государства но самое главное это было движение в сторону не за счет россии в сторону европы не за счет интересов россии понимаете а просто дополняет на самом деле было реально диверсификация внешней политики и я думаю что эта программа она еще затребована и для армении и для евросоюза тоже я так думаю теперь посмотрите когда вот скажем грузия это очень хорош или молдова очень наглядный пример они очень длите долгое время больше 10 лет последовательно двигались в сторону вот то то той политики потом реализовали ту политику которая называлась европейская политика да они стремились составе стать интегрироваться и стать членом европейского союза на то и так далее я лично к этому отношусь очень про ровно для меня как бывший председатель христианско-демократической партии армении христианско-демократическая политическая идея концепция она мне очень родна понимаете и и посему моё понимаем мое представление с углублением сотрудничества с европейским союзом для меня очень полезно и для армении тоже но еще раз повторюсь этот вопрос нельзя решить за счет ухудшения взаимоотношений с нашим основным торговым экономическим и в сфере безопасности партнером как россия казнать арсен я вот хотел бы добавить такую изюминку по поводу европейского союза россии вот блинкин в своем последнем интервью по поводу возможного мирного договора между армении и азербайджаном заявил следующее что вот с точки зрения экономики и безопасности этот мир может дать много для этого все делает европейский союз и сша и и здесь такой очень важный пункт был заявлен о том что решающую роль будет играть азербайджан то есть мы видим что вот со стороны значит европейского союза со стороны сша то есть блинкин и со стороны тоже россии который который уже новые так сказать отношения 2022 года с азербайджаном мы видим что азербайджан является все-таки доминирующим и значит в отношениях если сравнить армяно-российские отношения армяно-азербайджанские отношения так и сравнить армяно-американские отношения азербайджан американские так и азербайджан и европейские отношения вот в этом контексте там мы видим что от нас как вы сказали что от нас требуется что как мы могли действовать что еще актуально до 2017 год вот в этом контексте вот такой вопрос что должна в этой ситуации сделать армению чтобы как минимум выйти из той турбулентной из выйти из турбулентного режима в котором она находится знаете давайте вот я завершу свою предыдущую версию подхода да то есть я считаю а потом перейду к вашему вопросу я считаю что армяна россии армяна европейские отношения не могут быть построены или выстроены за счет армяна российских могу привести уйму примеров оставим в сторону то есть это под этот принципиальный вопрос они должны друг друга дополнить но не исключить вот запас задача вопрос в этом заключается но почему скажем вот наши ответственные власти этого не понимают вот почему откуда взяли ведь я еще раз приведу пример скажем самой молдовы или грузии который больше 10 лет я уже об украине не говорю больше 10 лет ждал ждут чтобы начать переговорный процесс для членства а мы выделили сейчас мы проведем как говорится референдум и определимся вы знаете мы хотим жить в европе или с европой знаете этот референдум он не просто так кажется вот включена идея вот это этого референдума не просто включена в повестку питаются включить в повестку меня узнаете что значит референдум согласны вы быть членом согласны вы быть сытым или голодным или хорошо жить или плохо и извините очень такой наивный вопрос но сама постановка может быть и наивно выглядит но результаты можно будет использовать совершенно другом русле если мы провели референдум что вы знаете мы с вами хотим именно войти в составе европейского союза тут же европарламент по другой вопрос вы знаете с вами с вашим багажом я имею ввиду конфликтным и присутствие с присутствием скажем военной базы россии мы никогда вас не берем не возьмем и следовательно в первую очередь освобождитесь от этого фактора и все независимо от того будем когда-либо мы когда-нибудь мы будем составе евросоюза нет но вопрос об вытеснении российского военного присутствия из армении станет очевидным вот основная задача вот этого вот этой манипуляции если можно сказать теперь вы знаете мне иногда говорят что нет мы часто слышим об этом что военное присутствие россии это угроза для армии я хочу понять почему но кто-то может нет члена раздельно объяснить почему военное присутствие это угроза для армении они что питаются оккупировать армению россияне ведь мы наблюдаем что оккупацией территории армении больше всего заинтересованы мои наши соседи с с востока и запада это однозначно более того мы можем с вами констатировал что турция это то то государство когда никогда который никогда как бы вот не терялась проблемах войти в чью-то территорию нет вооружен если это выходил из исходил из его интересов северный евре сирия северный рак я уже не говорю о либии или аки просит то есть турцию практически все говорят о том что им для того чтобы вот это турка программа туранская программа до центра до региона центральной азии крайне необходимо для них для них через сюник вот что их мешает мешает если это крайне для них это необходимо именно вооруженным образом что мешает решить этот вопрос ведь еще раз повторюсь им нужно было войти в северный сирию северную сирию вошли нашли предлог определили там то есть следует ничего на первый взгляд единственное что мешает это российское присутствие это я так думаю следовательно присутствие российской базы в армении это не угроза для безопасности а точно наоборот если даже оставим этот вопрос сторону я еще раз повторюсь что для армении европейский вектор не может быть сформулирован создан за счет армяно-российских интересов я это принципиально не согласен с какой-либо другой по с другим подходом теперь то что вы сказали назвали вот папку по поводу позиции соединенных штатов блинкин и так далее знаете я еще раз повторяюсь им нужно просто затишье кто под кем и мало интересных мало интересует чтобы через пять лет их тоже мало интересует потому что в штатах через каждые четыре года есть и до проходят выборы кто знает через четыре года кто будет властью придут потом они разберутся понимаете то же самое в европе то есть вот именно силу этого обстоятельства многим вот сегодняшнее решение безотносительно того кто как каким образом или каких в силу определенных каких-то угроз происходят какие-то процессы это их мало интересует это наша задача причем это наша задача и армянского народа и азербайджанского народа понимаете вот например я сторонник делимитации демаркации потому что государственная граница это атрибут неотъемлемый атрибут государственности любого государства следовательно да это необходимо провести но возникает вопрос каким образом на основании каких принципов вот я хочу для наших слушателей представить следующий подход в семнадцатом году в декабре 2017 года буквально рукой подать несколько лет тому назад самым авторитетным самой организацией в сфере глобального глобальной безопасности в обе си секретарь обе си семнадцатого числа семнадцатом году декабре выпустил документ это называется документ так и называется делимитация демаркация государственных границ запятая актуальные вопросы решения этот зад этот документ он достаточно такой солидный так скажем да принят специально для демаркации делимитации для демаркации пост между государственным пост советского региона то есть между такими государствами как армении азербайджан в этом документе кстати на основании этого на основании этого документа начали делимитацию демаркацию белоруссии литва просто вот в результате этих военных действий украины то кому это превратно прекратился этот процесс вот но в этом документе написаны в принципе вокруг на основании которых нужно реализовать делимитацию например нельзя делать делимитацию производить делимитацию делимитацию демаркацию в условиях угрозы силы или угрозы применения силы то есть мы имеем сегодня конкретный случай конкретная ситуация то есть азербайджан занял все как я сказал с попустительства наших властей все основные позиции по линии соприкосновения и сейчас диктует это я даже не помню когда-нибудь алиф говорил о том но пошли на нас каждый раз говорит если мы это не дадим то будет война то есть азербайджанцы начнут войну то есть это явно свидетельство о том что демаркация или делимитация проходит в условиях применения силы угрозы применили угроза силы или угроза применения силы в этом документы это исключено второе будущая граница не может стать источником новых конфликтов нового вооруженных если азербайджан я еще оставляю в сторону что наши сделали под но если они как говорится находятся заняли все эти стратегические высоты это говорит о том что они фактически держат всю армению территорию армии под вооруженным этим натиском это вот этот принцип исключен или скажем собственность право собственности приграничных населения приграничных районов не может быть игнорировано или предположим приграничные население приграничных районов не может быть лишен возможностей естественного как говорится вот жизнь идеи условиях естественной жизнедеятельности вот принципе давайте насчет по поводу этих принципов договоримся вот эти две придут к общему буду что все хотите алматинскую декларацию пожалуйста условия или принцип алматинской декларации будем применять с учетом этих принципов почему это не делается я не знаю почему наши власти этого не делают потому что именно если мы хотим добиться прочного необратимого мира между двумя государствами с его вражескими можем это сказать то нужно просто провести такую границу что завтра послезавтра наши будущие поколения понимаете мне говорят мы восстанавливаем исторические к слову говорят исторические границы имеется ввиду административные регионы границы или административные линии соприкосновением бывших союзных республик я хочу напомнить вашим зрителям или вашей аудитории что советские годы все границы или административные вот эти линии они были таким образом организованы что у всех соседних государств всегда были какие-то территориальные претензии или конфликты посмотрите обратите внимание постсоветском пространстве все государства без исключения друг другу имеют претензии теперь восстановить исторический так скажем в кавычках исторические границы это значит просто лить воду на эту мельницу понимаете межгосударственных или межэтнических конфликтов или скажем вот полон деблокирование или разблокирование путей коммуникации это крайне необходимая вещь крайне необходимая вещь почему скажем в трехсторонном заявлении девятый пункт об этом говорит говорится об этом потому что понимают 9 ноября вот в трехсторонном заявлении 9 от 9 ноября 9 пункт говорит об этом нужно необходимо разлагировать все пути экономического экономической экономической сообщества коммуникации потому что всем понятно чтобы перемирие сделать необратимым нужно чтоб стороны друг друга начали доверять чтобы доверять нужно формировать такие торговые экономические взаимоотношения которые выгодны обоим сторонам а чтобы это делать нужно разблокировать все необходимые коммуникации правда в этом же пункте написано о том что армения берет обязательства открыть сообщение наземное сообщение между западными регионами азербайджан и нахачевань но почему это было написано там потому что до этого шестом пункте было написано о латчинском коридоре то есть азербайджанцы по всей вратности как говорили вы хотите что был функционировал латчинский коридор то есть вы имели связь с армянским 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 мы тоже хотим естественно иметь связь через вашу территорию с нахачевань ну предположим что здесь есть логика предположим но согласитесь что сегодня нет уже из-за в результате геноцидальной политики азербайджана с нет сегодня нету латчинского коридора нету не существует зачем мы должны тогда с ними обсуждать вопрос о соединении восточных или западных районов сахачевань мне непонятно тем более это очень важно что именно вот эти 50 километров или 40 чем-то километров они не обеспечивают не обеспечивают равноправное экономическое взаимоотношение между азербайджаном и арменией это просто реализовать этот проект начинает это значит где-то 150 миллионов долларов и своего бюджета вложить за на формировать на этом участке 47 километров современный отвечающим современным логистическим потребуем современным требованиям железную дорогу чтобы азербайджан удобно через шарур связывается с турции извините это здесь нету логики тогда когда существовало в те годы советские сейчас можно баку хазах и джеван дилиджан раздан ереван дальше пожалуйста в нахичеван хотите через заходим в касс причем из баку до казаха порядка 400 километров из и джевана то есть можно сказать из казаха предположим до ахуряна приблизительно 30 с чем-то километра 300 с чем-то километров то есть здесь именно риски полностью уравновешены понимаете сбалансированный и вот такая инфраструктура такая экономическая вот возможность даст формировать возьму дает даст возможность формироваться со временем атмосферы доверия что крайне необходимы для обеспечения необратимости мира то есть если мы хотим на самом деле если мы стремимся к миру они просто говорим об этом по стойку покос какой-то выгодно если мы стремимся к миру пожалуйста давайте начнем делимитацию демаркацию на основании вот документа обессе от семнадцатого года и давайте сделаем разблокировку деблокирование коммуникации именно вот потом по тому тарифу или маршрут который я сказал это не значит что раны или потом скажем лет через пять-десять мы не можем открыть и дорогу через мегри нет но самое главное чтобы между нами между Арменией и Азербайджаном формировалась атмосфера доверия нам говорят вы знаете это очень правильный очень хорошая на возможность среднего коридора как эрдуан часто говорит от пекина до лондона разве этот коридор среди пройдет через мегри или через баку газах и джима как я говорил безусловно понимаете то есть вы говорите что делать я говорю вот пожалуйста нас на столе те решения которые есть а их их придумывать новые нельзя нет смысла есть и документ обессе на основании которым можно я уже не говорю о том что восемьдесят восьмом году практически между Арменией и азербайджаном советской армии советским азербайджаном было проведено и демаркация и делимитация на земле по всей границе за исключением маленького участка пожалуйста давайте договоримся по поводу принципов международно признанных по документу обессе договориться по поводу этих принципов и вот те же договоренности восемь то восьмого года хотите алматинская принцип или по пункт алматинского статью алматинской декларации будем использовать и применять на на базе или с учетом этих принципов то самое говорю есть реальная возможность обеспечить если мы хотим на самом деле мира обеспечить необратимый мир это нужно и азербайджанскому народу и армянскому народу независимо от того как думает об этом господин алиев спасибо огромное а я напомню что у нас был гостях бывший премьер-министр армении 92 93 годах послова рутинян до новых встреч